всем доброе утро с этой стороны видите есть бордюр но здесь мы будем идти по солнечной стороне как бы в жару не сам не самое приятное удовольствие ну да ничего лучше по жаре пойду пожарить чем вот это вот постоянно прикладывать титанические усилия чтобы поднять ребенка и спустить с тротуара тротуары кстати видите узкие это я варламу насмотрелась ему надо приехать сюда в баре и погулять тут по улицам он их в пух и прах разнесет эти улицы я раньше не обращала просто внимание ну принимала так как если не обращала внимание на на такие вещи особенно когда еще розали не было и мы за ручку с женькой там идем ладно обошли столбик ну подумаешь а когда с коляской ездишь то это все конечно бросается в глаза все это неудобство кстати итальянцы уже не купаются в период мало кто заходит в воду только особенные любители моря слушайте но это это бродо этот суп возле берега у меня так смущает воду охота сейчас попробуем с розалей найти вход чтобы не наступать вот в эту вот ну в как у из водорослей вот к сожалению после шторма сюда наносит наносит кучу ерунды вот этой вот чтобы не нарушать экосистему не убирают эти водоросли раньше чистили увозили их ну редко чистили но раз в месяц увозили сейчас вообще не трогают водоросли считается что если их убирать это нарушает экосистему моря это влияет на состав тут бактериологические водорослевые так далее нельзя этого делать и они их больше не трогают то есть вот наносит штормом наносит потом каким-то очередным штормом уносит жалко и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот смотрите... Смотрите, ребят... Вот это вот все беленькое, да... Там раньше была просто каменная плита... А сейчас вот мы зашли с Розалеей... Вот это все песок... То есть плита она есть... Но поверх нее, поверх камней песок... Классно было... Мне понравилось... Пускай еще нанесет немножко... Сантиметров 20... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребятки, мы дома... Голодные... Накупались... Проголодались... Нагулялись... Еще зашли на почту... Мне надо было закинуть денег на карточку... Для того, чтобы купить Женькины кроссовки... Так, поэтому сейчас по-быстрому так... Чисто белорусский обед... То, что я готовила в Белоруссии... Картошечка жареная... И вот... Курочку... У меня было филе... Я его просто порезала... С чесноком... С морковкой... На оливковом масле... Сейчас еще сюда... Винчика бухну немножко... Соль... Специи... Это будет очень вкусно... Ням-ням... Всем приятного аппетита... Там у меня уже все готово... Кстати, картошка немножко пригорела... Вы знаете, что жарить картошку... Вообще это вредно... На самом деле мы ее жарим... Раз в полгода, наверное... Доброе утро... Ну что, у нас четверг... Сейчас Розалийка пошла в садик... Со всей группой... Все там 20 с лишним деток будут... Я ее сейчас заводила... Галдюш... Кто-то плачет... Она опять... Не обратила на меня внимания... Где я... Что я... Что есть мама... Что нет... Она пошла играть с детьми... Все хорошо... Так... Пока у меня есть возможность... Я решила это время использовать... Сходить в магазин за покупками... У меня есть список... Это молоко длительного хранения... Видите, цены от... 1,39 евро за литр... И... До 1,76... Так... Вот это вот... Я буду брать вот это... Латес кремату... 0,76 за литр... Смотрите... Острые перцы... Очень острые... Они такие маленькие... И очень... Жгут... О, кстати, фенокею надо взять... Это корень тенхеля... Вот этот вкусный... Очень лук... Угадайте, что это за фрукт... Миагава... Понятия не имею... Какой-то цитрусовый... Из вердуры... Вердуры... Это всякая трава, да... Я возьму сегодня цикорий... Он... 400 грамм... По 1,29 евро... И смотрите... Кстати, я сейчас покажу вам кое-что... Это... Местная морковка... Пулийская... Пулийская... Она... Такая темно-красная... Как свекла, да... Стоит... 500 грамм... Евро 10... И вот она на самом деле... Похожа на вкус... На свеклу... Очень похожа... Так... Мне еще надо грибы... Возьму я шампиньончики... Вот эти вот... Порезанные... И... Валерианку травку... Нормально... Трава нынче у нас... По 0... 0,85 за такой пакетик... Кстати, местные вина выставлены... Смотрите... Караси... Негромара... Росе... Саленто... Должно быть вкусное... Розовое вино... Вот... Примитиво... Негромар... Негромар... И примитиво... Это... И Саленто... Видите... Саленто... Примитиво... Негромары... Это местные апулийские вина... Очень... Бренд... Местные... Известные очень вина... Так... Свежие яйца... У меня не было их в списке... Но я возьму... Обратите внимание... Что яйца тут чаще всего продают... Видите... В такой упаковке... По 6 или по 4 штучки... Вот это будет... 1,32 евро... Так... Я сегодня не хочу ни мяса, ни курицы... Вот, кстати, цены на... На курицу... Видите, какая цена... Какая цена... Так... Я беру сыр нарезной... 1,49 евро... Это... Эментал Баварези... Мы его часто берем... И мне еще нужно молоко детское... Вот это я возьму Розалики... 1,79... По-моему, вот это вот оно будет... 1,79... За... Такую упаковочку... Ой, попала... Так... Тут не пройти... Так... На ночь мы еще пока надеваем... На всякий случай... Всякие паркусники... Поэтому я беру упаковку... У нас... 2-й день... Как Розалия пошла в садик... Я уже рассказывала в предыдущих влогах... Что у нас проходит адаптация к детскому садику... А вот это называется... Не повезло... Я сегодня без машины... И без зонта... И куртку не взяла... Ни себе, ни Розалии... Смотрите, что творится... А выходит Розалия только через... 45 минут... И... Кажется, начинается нехилый дождик... Я все-таки Розалию забрала на полчаса раньше... Потому что гремит вовсю... Небо все черное... Не хочется намокнуть... Но она молодец... Все было хорошо... Только под конец немножечко-немножечко... Стала капризничать... Вечерний-вечерний выход... Вечерний-вечерний выход... Вечерний выход... Да... Розалии, видите, уже кофточку одеваем... Потому что прохладно... Мы в картолерии... Женька выбирает себе... У нас вечерняя прогулка... Так, мы дома... Заехали в док... Там кое-что купили из продуктов... Но это уже не столь интересно... Вы их миллион раз у меня видели... Интересно, что мы покупали сегодня в картолерии... Кстати, там мы вот машинку еще купили Розалии... Она уже с ней играется... Уже колеса я открутила... Подъехали вот еще несколько учебников... Кстати, про учебники я, девочки, сделаю отдельное видео... Потому что, я думаю, может быть, это будет кому-нибудь интересно... Поэтому у нас будут книги... Я уже говорила, Booking Progress... Которые пишутся в школе учителями... Там как-то целая система Booking Progress... А вот это вот... Тести... Какие-то там еще... Курсы... Это спортбук... Кстати, вот... Спортбук... Кому это надо? Я не знаю... Так, спортбук какой-то... Ну ладно, у нас же... На физкультуру две книжки... Представляете, как все сложно... У нас целых два раза в неделю физра... И вот эта книжка, которую мы не покупали... И вот эта вот книжка, которую мы распечатали... Видите, она в каком виде... То есть, для итальянцев учиться по листочкам как бы... Окей-норм... Окей-норм... Особенно до октября месяца это окей-норм... Так, держи, дочка... Я потом подробнее расскажу... Сколько нам обошлись эти учебники... В евро... Так, что мы еще покупали Женьке в школу... Им нужно на французский, сказали... Вот такие... И на... Смотрите, на французский и на математику... Ага, такие блоки... Потому что, да, они будут вклеивать... Листочки... Подержи, пожалуйста, так камеру... Я, как видите, люблю красивую канцелярию... Женечка себе выбрала красивые канцелярии... Это тоже себе выбрала Розалея... Еще до того, как она увидела машинку... В общем, потом она это уже бросила... Побежала за машинкой... А хозяйка канцелярии сказала... Это я ей дарю... Пускай играется... Короче, она взяла и подарила вот это вот... Вот... Розалея передумала покупать... Ей все равно дали... Так, Женя себе купила 12 карандашиков... Потому что им нужны карандаши... Да... Им карандаши нужны на рисунок... И на остальные уроки... Там что-то подчеркивать... Что-то зарисовывать... Вот такой пенал... Значит, резиновый... Он резиновый, ребята... Да, он очень красивый... Он мне напоминает... Знаете, что на ощупь? Шапочки для купания такие резиновые... Ну, значит, можно надеть на голову и уйти... Он такой переливающегося цвета... Видите, от бежежелтого... От желто-бежевого до белого... И даже в фиолетовый... И в сирень в какую-то... В розовую... Корчуну... Красивый, да... Красивый пенальчик она себе выбрала... И примерно такого же цвета у них тетрадка... Красивый, да... Сочетание... Ура... Потому что это одна фирма... Смотри-ка, это тинта... Это все одна фирма... Ты не заметила? Смотри... Показывай... Это не реклама, ребят... Реклама на моем канале... Так... Тинта у Нита... Короче, вот такие тетрадки... Вот в такую клетку... В такую клетку... А что это одинаковое? Надо было одинаковое взять... Вот это в линейку в крупную... Это все на разные уроки... На разные... Сказали вот такие... Это, кстати, вот... Пластмассовая на ощупь... Это все... А это блок... Здесь... Сюда... По сантиметру нужны... Клеточки в сантиметр... Для того, чтобы вставлять их вот... Сюда... В спасение... А это мы взяли для Розалии... Она этим вообще... Нисколько не заинтересовалась... Но я взяла, чтобы с ней разукрашивать... Просто разукрашку какую-то... Но... Она вообще на нее не посмотрела... Она сказала, нет, не хочу... Потому что она сначала взяла это... А потом ошибку... Ну, как-то так... Вот все наши покупки в картолерии... За... За это... За всю канцелярию мы 31 евро... 31.39 заплатили... Спасибо, это я забыла... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова